Своя энергия на Тобольском запси в нефтехиме сегодня запустили подстанцию Тобол. Ее мощность 300 мегаватт. Этого хватит, чтобы обеспечить предприятие электричеством. К слову, это первая в России полностью автоматизированная цифровая подстанция. Подробнее Лариса Соловьева. Для того, чтобы понять, где мы находимся, совсем не обязательно видеть картинку, достаточно прислушаться. Этот звук высоковольтного электричества, пожалуй, не спутать ни с чем другим. Становится немного не по себе, когда представляешь, какая мощь, а точнее мощность, идет по этим проводам. 300 мегаватт. Мощность этой подстанции. Но уникальность объекта в другом. Здесь впервые в России по максимуму применены технологии автоматизации и цифровые технологии. Можно сказать, что это сегодня в России самая цифровизированная подстанция. Поделяем мы его тем, что именно на этом объекте высокого класса напряжения, ультравысокого, я бы сказал, мы применяем впервые комплексно элементы цифровой подстанции. И здесь мы идем полностью не только в тренде, это действительно необходимость сегодняшнего дня. Подстанция под Тобольском появилась не случайно. Уникальный объект будет давать электричество уникальному производству. Запсиб нефтихим будет потреблять электроэнергию от этой подстанции. Сейчас на предприятии заканчиваются работы по строительству сердца производства пиролизных установок. Именно они будут потреблять больше половины электроэнергии. Уже осенью планируют приступить к их тестированию. И в запуске этого производства, в общем-то, и суть всего проекта. Если такие объекты появляются, значит у нас появляются новые предприятия. Значит регион живет, развивается и двигается вперед. Вот что это означает. Поэтому, если бы сегодня не появилось этого энергетического объекта, то, естественно, запсиб нефтихиму было бы очень сложно справиться с тем огромным производством, которое здесь возбудется. Эта подстанция первая такая в России, но она не будет единственной. До 2025 года должно появиться еще 32 подобных объекта. Лариса Соловьева, Андрей Захаров. Тюменское время.